Начало экскурсии. Будем дегустировать сыры. Это что? Баранова. Всех приглашают на декустацию сыров. Потому что, соответственно, мы строим старые шлифы. Мы основаны были в 2009-2016 годе. Мы работаем в двух направлениях для поробяче молоко и оверхе молоко. Поробяче молоко мы закупываем в приватных партнерских государствах. Но все-таки кращая масса своя. Тому на следующий год мы добудовываем в поробнике и будем мастить властную ферму. Наша специализация – это овечи сири. И, соответственно, мы работаем с овечей молоко-классой. Но, на превеликий жаль, есть одно «но». Овечки в зимовий период не используются, потому что они динами. Мы сегодня зайдем в клуб, и вы увидите молодых ягнян, которые только-только народились. Тому мы ведем в зимовий период не занимаемся. Но, на превеликий жаль, в зимовий период у нас очень маленький ассортимент. Что, чему-то нам виникла идея створить данную сирование. Но, как раньше, единственным методом виживания на високогирье было в частности. На святого Юрія, на тренивий святах формувалися монтари, виганялися високого гора, и протягом 3-4 месяцев худоба с вечерями перебувала на високогирье. Это очень сложная вещь, это не то, что душа нет в горах Карпатта, там ничего нет, там только природа. Поэтому люди были отрываны от цивилизации, от семьи, от населенного пункта на долгие годы. Там вырок там жили, там юкували охотоку, выпасали охотоку, танцювали киломатри, то все отрывалось в горах Карпатта. Возуміло, нахай мы жить. В минулому столітті, когда появляются фабрики, заводы, когда выкриваются международные кордоны, певчарство славное падание. Одна из семей села Низа вирішает эти традиции по новому. Мы вернули на территорию от полишнего колгоспа, сельского. В этом колгоспу я всегда говорю, что полезно, потому что он, как вы видите, отримал життя в разных варианциях. И вот на частинке колгоспских земель утворяется невеличкая особистая сельская господарство. Что оно себе являло? У нас есть ресторанный комплекс, там близко кухня, и, как я говорю, китаера варила сир. Это стало интересно для туриста, но она много сиру в семье наварить, потому что она одна и есть один котел. Что мы делаем? Мы покупаем машину, уже на машине варим сир. На сегодняшний час мы настолько перебутывали, что переробляем три тонны молока в летний период. И это не межа, потому что попит на наши сиры всегда увеличивается. И эти потужности будут сближиваться. Хотелось бы зауважить, что наша сироварня, ну как, она, как и велика, в Сакарпатті, но одночасно и маленькая. Потому что три тонны молока – это такой большой показатель для сироварки. Здесь есть зал, где вы сейчас вместитесь. Здесь, когда стояли коробки. Дуже большая длительность, труды и силы было вкладано для того, чтобы с коренника створить дегустаційный зал. Будь лучше новое строить, чем старое строить. На травневые свята, я все-таки вас мотивую приезжать на Сакарпаття весной. Великий ассортимент виникает сирий. У нас тут на лозе плетут, и на крос, и на печь. Хочете потрапить на закарпаття веселье – это вам цікаво. Приезжайте с наступного курса. Варить будем сир и будем выдавать завтрак. А теперь я для вас половину группы запрошую до виробництва. Половина губники сири в задней кімнаті дозрігання. Вага его 29 кг. На заднем плане находятся меньшие восьмеры сири – это 3000 кг. Вага до 2 кг. Что происходит в камере дозривания? Разно дают вид, какие сири омиваются в своем порожье. Каждый день они перевернутся. Если честно не смотрятся за цими сирами, то они просто начинают у них. Цифры на сирах – это как раз на закладке сира. Синя цифры – хоровье молоко. Червоня цифры – это овечье молоко. Проходим мы с вами далее. В этом месте еще одна кімната, где есть кімната соления и присутствия сири. Самый большой басейн для того, чтобы великих кг из сиров засолювать в небольшой емкости. Тут солится меньше кількости. Спортивные гири у нас накладаются на великые 15 кг. сиры. В штативах присутствуются в нас трехмесячные сиры под ласковой вагой. На майбутнє в цей кімнаті буде дозрювати сир каменверт. Солнечная плесень. Это сейчас очень интересно и интересно для туристов. Запрошу вас на виробницу. В окно у нас находится паралельное помещение, где в тестернах напопечивается молоко. Воно там зберягається в одну току при температуре плюс 4. Далее молоко идет на перерывку. Голубя класмасово в битро це і частина з депаратора. Ми з молока знімаємо жир. Що виробляємо з жиром? Сметану, масло, вершки. Нежирне молоко йде у великого 600 литрового чана. Що відбувається в нас в чане? Обов'язково молоко пропастеризується. На полонині ніколи з родовівку не пастеризували молоко. Як зробили сир, так і зробили. Там не завжди був доступ до чистої води. І помити руки взагалі. Значить так пропастеризували. Далі оголодили до 38. Внесли мистичурний фермент і закваску. Ще не десничурний. Оттуда вже включаємо полонину. Взяли маленький ягнянко. Зарізали його. Взяли в нього шлуночок. Маленьку частинку кинули в чан. І з молока утворюється клях. Тобто густок сир. Ми густок порубали і розлили полонину. Якщо це молодий сир, ми виносимо сир з формою на стіл. 4-5 разів перевертаємо. З нього вибивається сироватка. Йде на соління на 20 хвилин. І готовий для споживання. Зрі лістери. Чому вони дорогі? Бо з ними більше роботи. Вабрячки. То пресуємо декілька днів. То солимо декілька днів. 3-6 місяців перевертаємо. Миємо. То велика затрата ручкового ресурсу. Що ми ще виробимо? Ми виробляємо ще бурт. Сироватку заливаємо в староварочний котел. Піділиваємо до 95 градусів. І вверх піднімається залишковий білок, який називається гуза. Що таке бринза? В південних регіонах України звикли, що бринза – це молодий сир, просто солений сир. Ми натягуємо марлю, виливаємо сирну маску, відсіжуємо, розв'язуємо, солимо. Зав'язали до котла на 30 днів. Через 30 днів у нас витягується величезна грудка сили. Врубається на шматки, на м'ясорубку. Перетерта бринза – це типово закарпантська бринза. Ну, я хочу сказати, що я вас від цього процесу ніяк не відірву. Ви потрапили досить далі на сироварню, тому що по правий бік відтанет. Розвертаємося в другий бік. Як ви кажете, там 5-мілля. Ну, за 5-мілля і там тягнуть у нас сологуню. Це є закарпантський пан. Порубали молодий сир, залили п'яткон і вручну витягується. Це сир, закарпатський пан або пасіч. Щоб ви розуміли, не завжди той сир, що ви купуєте в Муранзині, то дійсно можна назвати сир. Тому що з 10 літрів молока ми можемо отримати всього лиш 1 кілограм сили. Овечі молока треба набагато менше. Бо плотність і жирність молока є вищою. Залія вас тільки запрошує на Закарпаття влітку або весною. Тому що діапазон сирів, овечі у нас набагато вище. Ми зараз не працюємо з овечим молоком. А турист приїжджає зачасту за овечими сирами. Можливо до мене виникли запитання. Гриємо до гудуваті. Бо розуміємо до гудуваті. Ні, ні, ні. Попоражено тіпель. Тёмна дегустация в сирі. Дегустційний зал. Дегустация сыров Вот такой набор сыров Тарелочки нам выдали Сейчас будут рассказывать про каждого Вилочку дать, Таня? И вином запивать, конечно А где Вика? Беремость в районе Йогурт наша медицинская 2,5% жирного зиму Скоробничного молока С добавлением малини Это природный подсолодживатель Вам йогурт что делать? Важно начать С трехотника билого поля Для йогурта немає Поднимите Один, спасибо Костный Костный С коровичевого молока Обалденный сыр Костный Термин Сберегание Внастерого сыра 14 декабря Обалденный Насильщий Вологический Санкт-Петербург Но я хочу значить Что натуральные сыры Они долго Сберегаться не могут Потому что Нема никакой фемии Ни эмульгатором Ни стабилизатором Ни варники Ни варники Ни варники Ни варники Сыра Питье Ни варники Приятного Варники Сыра И нас ждет первый перебертий сын. Это Ринза Хуровича. Она из-за солена. Почему она из-за солена? Потому что сель. Это один консервант и абсурбант, который натягивает неприятные ароматы и вкусы, и другие травы. Вануш-спринт. Вареники-спринт. В Утсульске-полодинске принцессы ядерковые и речли стравы. Вы, как и сын, купите в перетарку и вы думаете, как мы его дома застусуем. Мы взяли, запекли картофель, горячие картофель с сыром подсветлали, и чтобы вы до вас справа, у вас в дом. Помогите? Також, что запечатлено. Затем нужно выпить немножко вина. Мне вина не хватит. У меня не шутер, да? Если я уже начинаю посидеть. Не берет. Уж голубая. Это сыр и сыр. И вы знаменитесь в месте, столице Лозоплетения Украины. В нашем целом погоде, мы первым поселились на прозвищу ИЗА. И сами назву сыра отривали икс-села ИЗА. Это трехмесячный горожочий сыр. Он у нас в городе. Парафируется. И очень хорошо транспортуется. Такое прикольное, да? Как воск. Мне воск напоминает. Мне нравится? Нет, нравится. Очень нравится. Болгарская брыльза с коровичем молока. 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 Тверденькая такая, барашка вкусная. Болгарская брыльза с коровичем молока. Болгарская брыльза с коровичем молока. Брыльза с коровичем молока. Болгарская брыльза с коровичем молока. 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 Брыльза с коровой шрики. Брыльза с коровичем молока. Даже три козленка. Четыре козленка. Чистенько у меня. Это, наверное, показуха. В самом деле, они не такие чистые. Это слишком чисто для баранов. Бараны так не живут, но чисто, красиво. Едят кукурузу, качаны, соль жуют, побелились прямо. А тут овечки на улице. Основное стадо овец. Сейчас будет кормить, поить. Они реально здоровенькие. Они здоровенькие, там немало. Папа, они здоровенькие, там немало. Уходим, у нас поясли. Это была ферма и дегустация сыров. Очень сырым понравились. Вино было отличное. Всем удачи, всем пока. Сегодня 31 декабря 2019 год. Всем с наступающим Новым Годом. Детская площадка, туалеты. И на выход на автобус. Местная собака ест сыр и запивает вином. Дегустацию проходит. А это был дегустационный зал. Музей народных переносий в Закарпатье. И за.